В день независимости, 105-летней годовщины создания АДР, президент Ильхам Алиев выступил с программной речью в Лачине. Произошло это на встрече с жителями города. Напомним, что накануне 20 семей вернулись в город спустя 31 год вынужденной разлуки с родным краем. На встрече президент вручил переселившимся семьям ключи от новых домов. Этот переезд стал подарком не только для вернувшихся в Лачин семей, но и для всего азербайджанского народа, символически скрепленных в этот день традицией независимости, великой победой в 44-дневной войне, освобождением Лачины и возрождением освобожденных Карабаха и Восточного Зангизура. Надо сказать, что заявления Алиева уже традиционно делаются не на закрытых заседаниях, а в атмосфере непринужденных встреч с представителями народа, что, безусловно, играет важную роль как в обеспечении диалога между главой государства и народом, так и для общей атмосферы открытости в обществе. Президент поздравил Лачинцев с Днем Независимости и с возвращением в родные места. Лейтмотивом выступления Алиева стали тезисы о силе нашего государства, планомерно, в течение почти 30 лет готовившегося восстановить свою территориальную целостность. Естественно, глава Азербайджана, как и ранее, использовал этот случай для того, чтобы отправить очередные месседжи армянской стороне и ее покровителям. И в этом контексте особое внимание обращает на себя то, что президент два раза указал на символизм совпадения дат событий нашей новейшей истории. Обратим внимание на следующие цитаты. «Организация нами этой встречи 28 мая имеет большой символический смысл. Сегодня независимое азербайджанское государство в достаточной степени укрепило свои позиции и в мировом масштабе. В то же время сегодня независимое азербайджанское государство способно добиться любого результата». Далее. Посмотрите. Дата освобождения Лачина и наши сегодняшние встречи здесь также имеют символический смысл. В мае был оккупирован Лачин, и в мае лачинцы вернулись в Лачин. И, наконец, в апреле 1993 года был оккупирован Кельбаджар. Установив в апреле пограничный пропускной пункт в лачинском направлении Азербайджана-армянской границы, «мы полностью восстановили свою территориальную целостность». То есть между этими датами есть связь. Нам представляется логичным, что смысл выбора руководством символических дат для тех или иных событий и мероприятий состоит не столько в простом желании символическим образом констатировать победу, утереть противнику нос, попольнее ударить по его самолюбию, сколько в ясном и бескомпромиссном послании Армении и ее покровителям. «Наше стратегическое планирование столь сильное, что мы даже можем позволить себе приурочивать события к знаменательным датам. Мы можем приближать и оттягивать их по своему усмотрению. Мы устанавливаем график событий, политический и деловой календарь Южного Кавказа в наших руках». Не ошибемся, если скажем, что центральным, ключевым для изменения конфигурации на Земле событием в этом календаре в постконфликтный период стало возведение ППП Лачин. «Установив в апреле погранично-пропускной пункт в Лачинском направлении Азербайджан-армянской границы, мы полностью восстановили свою территориальную целостность». Действительно, возведение ППП – это событие первостепенной важности. «Если разгром Армении осенью 2020 года сломал хребет армянской армии, то установка ППП в Лачине взорвала фундамент армянских надежд на возрождение Миа Цума. Бесконтрольный проезд людей, грузов и идей отныне запрещен. Здесь допустимо предположить, что не начни армяне в конце XX века всю эту историю, выбери они путь мирного сосуществования с азербайджанцами, то, возможно, никакого контрольно-пропускного пункта и в помине не было бы, а Южный Кавказ был бы своего рода региональным ЕС, без границ и таможни. Но, увы, армяне выбрали путь конфронтации». Стратегическое положение города Лачин сделало его в 1992 году целью номер три после Ходжалы и Шуши. Через Лачинский перешейк проходила дорога из Армении в Карабах, что было критически важным для переброски войск и вооружений из Армении, а также для бесперебойного обеспечения сепаратистов, всем прочим, включая продукты. Для обеспечения же безопасного функционирования этой дороги армянам очень важно было захватить оперативные просторы вокруг неё. Речь идёт о всей территории Лачинского и Кельбаджарского районов. Не случайно в последующий после оккупации переговорный период армянская сторона продавливала вариант с возвращением Азербайджану только пяти из семи оккупированных вокруг бывшей НКО районов, исключая Лачин и Кельбаджар. Об этом упомянул и президент Алиев. В ходе переговоров были различные этапы, различные моменты. Были и давления, и угрозы. Некоторые прилагали большие усилия, чтобы заставить нас смириться с оккупацией. Но наша твёрдая позиция, несгибаемая воля разбили в дребезги эти усилия. Я говорил, что никаких уступок быть не может. Вернуть нам пять районов и оставить под вечным контролем армян два района – это невозможно. Президент также подчеркнул свою традиционную приверженность переговорам. Вам хорошо известно, что на протяжении многих лет я старался, чтобы мы положили конец этой оккупации путём переговоров. Действительно, предпочтение мирному инструментарию решения конфликтов является кредо всей политики Ильхама Алиева. Он прибегает к использованию силы только после того, как исчерпаны все мирные средства. Вот и сейчас подошёл черёд решения вопроса ликвидации самопровозглашённых органов власти в Карабахском экономическом районе. Учитывая возросшую агрессию в риторике фейковых вождей, складывается ощущение, что с одной стороны их кто-то подначивает, а с другой, что эти вожди судорожно пытаются создать видимость проблемы в свете неопределённости своей судьбы. Чтобы внести окончательную ясность в вопрос будущего этих псевдогосударственных деятелей, даже сейчас, имея полное право провести контртеррористическую операцию по восстановлению в зоне временной ответственности РМК конституционного порядка, президент Алиев даёт этим лицам шанс. Мы просто проявляем терпение. Хотя всем хорошо известно, что сегодня у нас есть все возможности провести любую операцию в том регионе. Поэтому парламент должен быть распущен, элемент, называющий себя президентом, должен сдаться, все, в кавычках, министры, депутаты и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае им могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии, заявил президент. Безусловно, именно конкретика, обрамляющая условия, выдвинутые президентом, говорит не только о готовности руководства Азербайджана рассмотреть вопрос прощения этих лиц, но ещё и, и это самое важное, о полной решимости провести спецоперацию, то есть в более широком контексте окончательно решить вопрос восстановления суверенитета Азербайджана над Карабахским экономическим районом. Время наступило. Пошёл обратный отсчёт. Можно даже предположить, что в рамках переговоров этот отсчёт начался ещё раньше. Это вытекает из следующих слов президента. «Просто поступающие нам от международных организаций последние месседжи таковы. А какой будет судьба тамошнего, в кавычках, руководства? Попадают ли они под амнистию? Я же говорю, что надо посмотреть». В этом контексте очень любопытно является ли забота о фейковых чиновниках незаконного образования, инициативой западных посредников, или, наоборот, карабахские горе-чиновники пытаются добиться прощения через последних. Кстати, рассказывая об упомянутой выше озабоченности мирового сообщества судьбой карабахских сепаратистов, Ихамалиев подчеркнул, что в целом непримиримость Азербайджана по отношению к наличию на его территории незаконных органов власти практически не встречает возражений международного сообщества. Должен также сказать, что в последнее время международные организации фактически полностью согласились с нашей позицией. Я уже вижу это в ходе различных встреч. То есть почему согласились? Потому что мы правы. Потому что мы не делаем ни шагу в сторону от своей позиции. Поэтому сегодня никто уже не говорит ни о независимости, ни об автономии, ни о чем-то другом. Да, еще лет пять назад международные посредники пытались убедить нас в бесперспективности борьбы за карабах. А сейчас просят простить сепаратистских самозванцев. Почувствуйте, как говорится, разницу. Здесь нам самим очень важно уловить один нюанс. Такое изменение в раскладе вещей на Южном Кавказе стало возможным благодаря не только экономическому и военному развитию Азербайджана за последние 30 лет. Эти факторы, сколь бы ни были важны, являются инструментами, которые в бездарных руках не исполнили бы свою миссию. Главным фактором нашего успеха, и мы не устанем это повторять, является высокий уровень стратегического мышления руководства страны. Стратегическое мышление предполагает в числе прочих элементов четкую последовательность действий. То самое «что», «как» и «когда», не раз озвученное Ильхамом Алиевым. Элементарный пример, вышеупомянутый ультиматум сепаратистам, прозвучал только сейчас, после того, как был установлен ППП на границе. Было ли у нас право выдвигать его раньше? Безусловно, было, но только моральное право. Реальная возможность выдвинуть подобный ультиматум и выйти на финишную прямую в ликвидации сепаратистских образований появилась после установления ППП, то есть после взятия под контроль Лачинской дороги, прекращения подпитки сепаратистов со стороны Армении. Было ли возведение ППП спланировано по итогам 44-дневной войны? Разумеется, было. Для каждого важного шага необходимо подготовить почву как на месте, так и на международном треке. Это и есть стратегическое мышление. Сделав небольшое отступление, хотелось бы отметить, что политика Ильхама Алиева и его команды – наглядное пособие стратегического планирования не только для политиков, но и вообще для всех, кто хочет привнести стратегическое измерение в свою жизнь. В ходе своей поездки в Лачинский район президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий, таких как открытие вывесок на улицах Гейдара Алиева, Победы, 28 мая, Косровбека Султанова, Зангизур в городе Лачин, закладка в городе фундаментов первого многоквартирного жилого квартала и комплекса музеев оккупации и Победы, выпуск в природу восточно-кавказских туров и соколов в рамках реализуемых в нашей стране проектов реинтродукции, а также в рамках восстановления водной экосистемы на освобожденных от оккупации территориях. Стремительное же возрождение Лачина знаменует собой не только возрождение Карабаха, но еще и нерушимость наших границ, твердую решимость дать в зубы всем тем, кто когда-либо позарится хотя бы на пять нашей земли. И даже больше. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении подчеркнул. Отсюда, из Лачинского края, который они, армяне, многие годы эксплуатировали и где незаконно заселялись, еще раз говорю им, ваша книга закрылась. Книга Мияцума закрылась. К сепаратизму пришел конец. Эти слова обращены не только к армянам. Эти слова обращены также и тем внешним силам, которые, пользуясь армянским народом, взращивая в нем безумные агрессивные идеи, пытаются помешать Южному Кавказу превратиться в стабильный цветущий регион. Таким образом, Лачинский замок закрывает разрушительный многовековой проект. Ключи от этого замка в наших руках.